Весь русский мир собрался в Нижнем Новгороде, конечно не весь, а его представители, потому что по подсчетам специалистов, русский мир за пределами нашей страны ничуть не меньше, чем сама Россия. В этом году ассамблея носит название «Идеи русского мира для мира». Нам есть что показать, нам есть что продемонстрировать, обменяться опытом с нашими коллегами из-за рубежа. По словам председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова, в последние 25 лет в мире сокращалось количество русскоговорящих людей, где-то русский не изучался по политическим мотивам, сегодня такая ситуация, к примеру, в Украине. Тем не менее, русский язык сегодня изучают в странах Юго-Восточной Азии, особенно упопулярен в Китае, в западных странах, также стали внимательнее относиться к русскому, придерживаясь мнения, что лучше знать, чем нет. А фонд «Русский мир» работает уже в сотне стран, так русские стали изучать там, где никогда о нем и не слышали, к примеру, в Индонезии, Никарагуа. Фонд «Русский мир» создает свои центры в самых разных регионах земного шара. У нас 115 крупных центров, в чем последний был открыт буквально на днях в Дамаске, в Сирии, где сейчас вообще поставлена задача, чтобы русский язык был во всей образовательной системе этой страны, и в каждой школе учили русский язык. Изучение русского языка дает большие возможности, говорят представители русского мира за рубежом. Жизнь подталкивает. То есть для того, чтобы быть жизнью успешным, при таком количестве говорящего на русском языке населения, необходимо знать русский язык, особенно, что называется, в публичном секторе. Поэтому у нас очень много на курсах учат русский язык, и те, кто не учил в школе эстонцы, приходят и учат его. Русский язык – это возможность прикоснулся к нашей богатой культуре, почитать в оригинале Пушкина, Горького. Конечно, Максим Горький, я, конечно, обожаю Пушкина, Толстого, Чехова. Русская литература – это наше все. Это не только принадлежит вам, русским. Это же мировая культ, мировой литературы. Это тоже наше. Здесь делегаты будут обсуждать учебники по русскому языку, театр как модель сохранения языка, роль Горького в сохранении наследия и другие темы для гостей Ассамблеи. Нижний Новгород подготовил обширную программу, кроме дискуссий и экскурсий. Представители 73 стран мира, более 500 делегаций из различных стран, которые приехали сюда, люди, которые несут русскую культуру. Сегодня русский язык становится достаточно популярным для изучения. Мы видим, как у нас в наших университетах сейчас очень много приезжает иностранных туристов для того, чтобы познать культуру. Ассамблея русского мира все 11 раз проводилась 3 ноября в преддверии Великого праздника. В этом году участников будет возможность побывать на Дне народного единства в самом главном городе этого события.